Ах! Мир вам, вашему дому! С миром! Я уже вам не говорю, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Слушаю, дорогая, давай. Я сейчас сначала хочу поклон передать митрополит Сергею Иваньку Алтайскому, Барнаульскому, Ефтехию Курочкину, Шемскому, Сибирскому, Надежде Васильевне, Володе, Матушке Людмиле, конечно, вашему брату, пратерею Акиму Лавкину. Всем, значит, потеряем в киселе Игорю Елене Барбашам, племяннику вашему Алексею, Ксении Юровой, Вере Митрохиной, Юрию Соблеву с Новосибирска, Галина Блеско с Новокузнецка, Ездре из Казани, Марине, дочке Полине из Украины, Виктор Савченко из Франции, Наталью Сат из Германии, сестре Ольге Виктору Савченко, она болеет и поможет ей Господь. Мы с ней договорились молиться друг за друга. Сергею Игнатову, Соблидар Украина, Екатерине Тинниковой, Рахилис Гедульна из Казахстана, Евгения Травко и Анастасии Бышеревики из Иерусалима. Да, благословит их Господь. Вот. Ну, я хотела, письмо вам послала немножко, и если вы хотите, там можете выставить. Конечно, там немножко лично, я думаю, о посте молитвы. У нас же принято как-то все это скрывать. Так это вы послали-то давно уже, это все давно уже поставлено. А, поставили уже, да? Да, только ролики, нет, не слепили, потому что, ну, подождать надо. У меня тут достаточно материала пока. Я вот видела у вас, значит, парень выходил из Петербурга, молодой, общались, что-то он вопрос о посте был, разговор, и вот он сказал, якобы у него гостри, поэтому не поститься. Ну, мне как бы хотелось сказать, что когда я обратилась, 24 года, ну, конечно, постепенно, но я о посте, что интересно, необычно, как было у вас, например. Если вы получились в Ангелии, в аптисто, да, где говорили, то у меня был такой случай в самом моем начале, когда я купила молитвослов, приобрела, начинала учить молитвы. Ну, в самом начале, там, значит, где три святые, поучу нашего, тогда я учу нашего знала. И помню, был такой момент еще, ну, наверное, где-то в 90-х годах, было радио включено, и услышала, я читали Коран, что удивительно. Что-то я там, ну, конечно, я много не знала, не понимала, но что-то там было о посте. Меня очень тогда удивило, что как можно целый день не кушать. Вот, я тогда решила попробовать, это я запомнила опыт мой личный на всю жизнь, первый опыт был такой, что я целый день ничего не кушала, не пила, но и вот постоянно читала молитву «Чинаж», что было для меня очень, как бы, открытым, удивительным. Я думала, все-таки, оказывается, можно так, не пить, не кушать. Но это вот первый был начал мой. Потом же, конечно, в храме, когда я узнала, что там среда и пятница, все посты, конечно, начинала соблюдать все. Единственное, что самое интересное, я всегда, как бы, удивлялась вот это, на масленице перед строгим постом, вот эта неделя сплошная, там же нужно было сгавение на мясо, но у меня как-то не получалось, у меня семья, я детям готовила отдельно, себе отдельно, и, в общем, до самого первого дня мясо все-таки скушала. Потом, правда, мне это помогло отказаться совсем от мяса со временем, а потом уже у вас я услышала, что все-таки это не вангельской, вот на масленице отказываться от мяса. Самое главное, это вот 40-дневный пост, что именно он евангельский, но независимо от чего я тоже так же продолжаю, вот уже, наверное, сколько, если я в 24, я начала день в 26 лет соблюдать все посты в среду-пятницу, хотя у меня тоже гастрит, как я к чему хотела к мальчику сказать. Бывают периоды обострения, бывает, очень одно время это шило болело, прям даже, наверное, подумала, что, может быть, чуть ли не рак, очень сильно была боль у меня, но я молилась, никуда не ходила, никогда не обращалась, как многие говорят, есть же всякие там средства, и чешку глотайте, что-то такое определить, гастрит или нет, но у меня и мужа был, и у детей, и я как бы по симптомам и по всему знаю, что это действительно гастрит, но он не препятствовал мне поститься, я хочу сказать, я просто Господь помог, нашла свое средство, просто нужно как бы придерживаться определенных вещей, что-то нельзя вкушать, там острые, соленые, там все, что наукс консервированное, вот, чтобы не было обострения, и если уж бывает обострение, даже в начале поста, например, этот пост начался, у меня как бы небольшое сразу обострение, то я утром натощак выпивала полстакана киселя, ну, и такое мое простое средство, может, кому-то поможет, оно очень помогает, несколько дней, может, дня три, как боль утихает, и все, я перестаю, больше уже кисель не пью, и вкушаю обычную постную пищу. Также я хотела порадоваться вместе с вами, мы почти с вами одновременно получили Евангелие. Вот, 500 евангелий я получила, ну, год назад, где-то в течение года, я, правда, потихоньку раздавала одна, у меня получилось так, что сестры, они, как я вам говорила, работают, они не могут по воскресеньям, вот, как бы, и, ну, я не могу ходить, выходить на улицу, только вот мне понравилось, 9 мая, Дни Победы я ходила, а так, в основном, я хожу в больницу, посещаю болящих. И вот недавно тоже мне присылали еще 500 евангелий, то есть есть с чем работать, трудиться. Вот, всякое, конечно, бывает, но как-то Господь показал, что без Бога ничего не бывает без Его благодати. Однажды я пошла в больницу, и очень Господь расположил людей, мне так понравилось, мы общались, хорошо тоже стихи читала, но бывает некоторые не воспринимают, вот, как одна. Ой, зачем мне Ваш Евангелие? Я говорю, зачем совершать это? Не мое Евангелие. В общем, я объясняю, что с благословения показывают, потому что не все знают недоверчиво, которые воспринимают это. Ну, кто-то хорошо воспринимает. Потом, значит, одно воскресенье было такое, что так интересно было. Я пришла и забыл халат. Обычно я беру с собой халат белый, там же без халата не пускают, но хотя и написано, что не пускают, но все-таки все без халата ходят. И я хотя халаты брала, но я ходила без халата. Ну, как бы жарко, там подниматься на седьмой этаж, пока поднимешься, и халаты я с собой носила, но не одевала. А в этот раз, почему-то, что интересно, халат не взяла, и никто меня нигде не пускал. Без халаты нельзя, и без халаты нельзя. Я говорю, так интересно что-то. Я уже начала думать, может, что-то где-то я чем-то согрешила. Только единственное в одной палату я попала, где она находилась вне коридора, и там были даже молоденькие девчонки, вот три они взяли так радостно. Что интересно, они говорят, а нам можно разве? То есть люди, оказывается, не знают, что в любом возрасте нужно читать вот Евангелие. Ну вот, после этого я ушла и все думала, почему у меня в тот день как бы допуска не было, скажем. Такое ощущение мне сложилось, что именно на меня как будто кто-то дал указание именно меня не пускать, потому что там мужчины проходили без халаты, многие проходили. А потом уже в следующий раз, когда я поехала, уже тоже молилась, и Господь благословил. Вот я уже в одной палате так Господь расположил людей, стихи читала, хотя там одна женщина, она говорит, да я в душе верю, в храм не хожу, ну, понятное дело. Ну, и в общем, я поняла, я в тот день как раз прочищалась, воскресенье было. Вот Господь дал такую благодать, я вышла, была очень благодарна Богу, и понимаю, что как бы Господь дал мне это понять, ну, в сравнении. Вот. Когда Господь отнимает благодать, тогда трудно, и без Бога ничего не сделаешь. А когда Господь дает благодать, и с благодатью легко. Вот я так думаю, это такой мой большой опыт. Сейчас я еще хотела... О крещении я тут хотела вам немножко... Интереснее, я нашла такую газету, недавно мне попался, она, правда, старый выпуск. Сейчас я вам покажу, если там видно вам будет. Вот так вот. Да, вижу. Вот сейчас немножко зачитаю, это 15-й год, но у нас был тогда другой митрополит, у нас было крещение, у нас в городе две реки, протекает Волга, и по центру Свияга. Здесь, значит, крещение они проводили в августе, после, значит, 17 часов, ну, чтобы все работающие смогли попасть на это крещение. То есть вот здесь очень много народу приходило, и проводили они крещение в августе на реке Свияга. Волгачевные здесь вот пишут несколько слов, в кавычках я сейчас зачитаю. В крещении вы даете обет пребывать в вере Христовой, жить согласно законам Божьим. Поэтому хотелось бы, чтобы этот день стал по-настоящему важным в вашей жизни, днём рождения вашей души в лоне Русской Православной Церкви. Несмотря на то, что вас здесь много, и таинства мы совершаем под открытым небом, вы должны осознавать значимость этого момента, особенно я обращаюсь к взрослым. Важно помнить и понимать, что крещение — это не даме моде и не какое-то обязательное традиционное мероприятие. С этого дня вы должны начать свой путь к Богу, к вере, посещать церковь и следовать в своей жизни заповедям Христа. Такие слова, вроде слова правильные, всё хорошо сказано. Они здесь в крещении было, а, ну, не знаю, помазание, тут не говорится, помазание, наверное, было, конечно, потом, не здесь же. И для младенцев там отдельная на помосте купель была. Охраняли МЧС, ну, полиция, наверное. Вот, такое было событие в 15-м, когда у нас был другой, мы купили, сейчас у нас другой. Интересно, как-то мне попалось, удивительное дело. Но это было, конечно, для тех, кто вообще не крещен. Там написано, «Все, кто хочет принять православную веру, приходите». Народа, смотрю, было очень много. Я ещё тут что-то вспомнила недавно. Так интересно, как промысел Божий, я так думаю, ведёт меня. И, как вы говорите, если человек из броня, то идёт всё-таки из детства. Вот, молится ребёнок или нет, я пыталась себя как бы анализировать, вспоминать. Ну, я помню, что всё-таки позже, скорее всего, до пяти лет я не помню, а вот позднее, всё-таки я молилась, да. За родителей помню, как я молилась, помню одно время. Ну, всякое бывает, родители ругаются, а я так просила, «Господи, чтобы они не развелись!» Ну, был такой период. Потом уже повзрослее, когда уже семьи, скажем, слово, конечно, хорошее, но в то время мы мечтали в своё время о женихах, я всё думала замужец, и я тогда просила Бога красивую дать мне фамилию. Вот такое вот было интересно у меня. Ну, у родителей была машина, и когда они ездили, ну, конечно, помню, однажды они не вернулись очень долго, я с магазина услышала, что произошла авария. Ой, я так напугалась, я так бежала, и уже выбежала, и смотрю вдали, там где нет белой машины, а у меня, у родителей, тоже была белая машина. Вот я тогда, помню, очень сильно молилась, бежала, я так боялась, думала, что это они попали в аварию. Ну, нет, Господь это сохранил. И мама 78 лет, конечно, умерла, чуть-чуть там недели не дожила, а папа ещё живой, у меня 82 года ему. Вот так, ещё я хотела сейчас рассказать. Игнатий, в чём я было интересно, вот сейчас писал тырь, глава 31, 9 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, и буду руководить тебя, око моё над тобою». Вот сегодня буквально я читала, писал тырь, попался мне этот стих, и прямо интересно, у меня был такой случай жизненный, именно с этим. Вот око моё над тобой, я так думаю, что Господь всегда был рядом, всегда помогал, вёл меня. И был у меня такой момент, когда я издавала стихи, я не помню, какой там экземпляр, я так пять раз пересдавала, и, может, первый, второй. Мне первый раз издали в редакции, там были фотографии, где, значит, получился храм, купол не видно. Ну, как-то засветили, или что такое ощущение, что стоит храм, а купол нет. Вот я когда посмотрела, думаю, ну, надо же, фотографии у меня яркие, красивые, а там храм был Дивейский, моё любимое место. И я очень расстраивалась, расстраивалась, говорю, ну, как же, как же я буду людям давать эту книгу, когда они увидят храм, храм такой красивый, а он без купола. Вот я всё хожу, переживаю и думаю. И вдруг, значит, иду, и из зала, переходя порог на кухню, нахожу маленькую иконку на полу, спасителя. Я, значит, подняла и думаю, откуда она могла явиться, вот всё передумала. А у меня, знаете, вот такая вот маленькая-маленькая, там, наверное, ну, сантиметров пять, два на пять. Я думаю, откуда она? Дети пришли, вечером я им рассказываю, откуда могла взять эта иконка маленькая, бумажная. Мы начали рассуждать, а на этой иконке сверху, не на самом спасителе, а чуть в углу, там немножко было оторвано, как бы попорчено. А потом дочка у меня догадалась, мама, смотри, оказывается, у меня на это, ну да, на дверью, уходя в зал, висит крест с иконками, где, значит, по центру спаситель, там святитель Николай, ну, такие крестики делают церковные. И вот, что интересно, из центра, вот этот спаситель, когда там, так, там, наверное, 5 иконок, и именно падает центральная икона. И я вспомнила, когда мы делали ремонт, я этот крест, ну, такой же легкий, небольшой, я его на скотч приклеивала тогда, и у меня невольно скотч отрывается и приклеился вот к иконке. А когда я стала отдирать скотч, конечно, он попортил вот верхний край немножко у иконы. Ну, я его все равно приклеила, и хочу сказать, Господь как бы показывает и вразумляет меня, вот смотри, вот же вот икона, ну, пусть она там чуть-чуть попорчена, но я же ее храню, я же ее почитаю, я же понимаю, что Господь на ней. Как бы он меня этим утешает. Вот смотри, не переживай, что это мелочи, что нет купола на храме-то. Вот мне очень интересно было, что именно в этот момент, когда у меня была скорбь, как бы такое, вот Господь раз, и иконка эта падает. Вот. Потом тоже со стихами такой же был интересный случай, где, значит, я ездила, когда стих написал посвященную Гавриилу Мелькесскому, а нет, а, ну да, икона Гавриила Мелькесскому якобы плачет у нас там в храме, я увидела слезинки по стеклам, так интересно, и я пришла и взяла благословение, говорю, можно я сфотографирую эту икону. Вот, значит, я первый раз сфотографировала, помолилась, конечно, все, ну, что-то мне там не понравилось, потом еще раз я сфотографировала, но, значит, мы напечатали фотографию, поместили, и что интересно, ну, я сейчас уже нет, не принесу, потому что не видно будет на фотографии, когда мы проявили фотографию, вот есть же такое изображение спасителя, но хотя бы говорить, что оно не каноническое, а что, значит, треугольник, и в нем око. Вот такое изображение. И вот, значит, на фотографии, когда я фотографировала, значит, Гавриила Мелькески и вдруг сверху вот это, как бы в облаке, вот это в треугольнике ока, как бы не дремлющие око над тобой. Я так поняла, как будто Господь хочет дать мне, что я слежу за тобой, все твои дела, все твои мысли, все, что ты делаешь, вижу. А я приезжала в этот храм потом, хотела найти, откуда упал вот это на икону, вот это везде сверху посмотрела сбоку, искала, у них там нигде такой иконы нет, не нашла. Такое интересное, я считаю, как бы небольшое вразумление Божие, чтобы я немножко думала, как я работаю, тружусь во имя Христа, да. Я еще хотела вас спросить, у меня тут сестра одна, как-то я тоже, как вы, бывает, правда, редко, но когда стою на молитву, молюсь, и Господь как бы дает знать, что делать. И у меня было вразумление тоже во время молитвы читать Иеремию. Я, наверное, Библию это читала, но читала, может быть, лет 15 назад, конечно, я уже ничего не помню. И вот вдруг мне по нуждению такое читать Иеремию опять. Я начала читать, знаете, такое ощущение, что я читаю первый раз. Вот, мне такой удивительный, я, конечно, и фильм до этого смотрела, как вы сказали, Иеремия мне очень понравилась, но все равно память плохая, как-то что-то не запоминать. Сейчас вот читаю до сих пор, мне так понравилось, из этого всего, я понимаю всего, как бы два слова. Либо, значит, там видно, что послушание Богу оказывали, либо непослушание. И вот у меня сестра, я, значит, тоже ей говорю, а у нее, как бы, постоянное искушение, ну, соблазн в том плане, что он материальный, ей тяжело, не всегда денег хватает, и она говорит, десятину платить. Мне всегда это очень сложно. Вот я тружусь над ее душой, как бы объясняю, и ролики ваши показываю, и вот, как и что. Потом, вот я говорю, почитай, она начинает читать, и она говорит, что-то мне тяжело, как бы уныне какое-то, не могу читать. Я говорю, ну, продолжай читать, ну, как ты не можешь Евангелие почитать, ну, Библию? Как мне скажется, что вот это может быть? По порядку о крещении, вот вы говорили, там делали, где, у нас тоже было, и в газете напечатали. Как будто бы правильно, а как они пришли, люди на пляже купаются, никто не готовился, ни одной минуты. Священник вышел, а на чем? Люди на копейку больше смотрят. Он говорит, бесплатно, кто хочет креститься, а священников несколько. А они в воде уже, люди-то находятся. Подходи, я тебя буду крестить. Но дальше не видно, в полное погружение или нет. Стоят по грудь, и даже тут сомнительно. То есть небрежность проклятая Богом. Еремея 48, 10. Проклят, то дело Господне делает небрежно. Они не хотят крестить, а вот эту заразу приняли с Украины, от католиков. Мокрой ладошкой наводят, говорит, от сень на плетень. Ну, а потом они опубликовали в газете, говорят, вот мы крестили, а людей-то они никого не знают, через газету. Так мы не закончили крещение-то, надо еще помазать. А кто читает? Кто придет? Когда время-то кончилось, да никто не придет. То есть более небрежно, более страшно, нельзя ничего придумать. Вот это, я не знаю, даже в одном из материалов я его помещал, этот материал. А вот говорили о посте. Действительно, мы должны подчеркнуть людям, что не евангельский, но церковь живая, это живой организм. Она не место Христовы. И поэтому посты не евангельского устроения, но они нам не во вред. Поэтому смиряю, порабощаю тело мое, дабы пропадуя другим, саму не оказаться недостойным. Вот это надо нам... Да как только рацион меняется, пища. Ну, даже так меняется. Отроки в Вавилоне сменили пищу с царского стола, стали есть одну зелень. И как они выглядели? Вот эти вопросы. Их решать-то очень хорошо, когда ты знаешь Слово Божие и для Бога трудишься. Как кому говорить? В какое время? Говорить или не говорить? Эти вопросы все надо решать. Притом очень внезапно бывает. Даже не ожидаешь, и внезапно раз человек вышел, то у меня вчера оказалось вопросы неподготовленные. И видно, что мы, говорит, нашли вас в интернете, и что-то с мужем стало. Она ничего не сказала. Я ролики выставил. Там прям на самом первом месте на нашем Ютубе. Так. А о чем вы сказали, что вас интересует-то? Вот Еремею. Она начинает читать, и как бы ей очень тяжело, ей не идет. Она говорит, я начала читать, и оставила. Я говорю, ну ты продолжай, это же все-таки Библия, это тебя, наверное, враг искушает. И считать надо в любом варианте. Старый, молодой, грамотный, неграмотный, попроси кого-то, не будешь считать. Господь говорил, как считаешь? На вопрос ответить, как считаешь? Он говорит так, говорит заповеди, а здесь ничего не знают. Вера и от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому Слово Божие из рук не выпускай. Оружие будет в правой-левой руке. Я называю правой-левой, это открытая книга, одной рукой не удержишь, чтобы она у тебя была открытая. Просчитал и себе сразу, а хочешь видеть дни благи, удержись из них своей от зла и устатствуя от лукавых речей. Себе запиши, где-то выдели, подчеркни, промолчи, когда говорят. Словам надо дать созреть, ибо Слово имеет силу воплощаться, как мы на него смотрим. Я вот сегодня большой ролик смотрел у евреев, там капелла, поет в Москве, как Кобзон Иосиф Давидович, там у них присутствует, выходит, и там уже отзывы идут. А, это такие люди, это евреи, и там на них, ну, просто ругательство, под роликом-то. Вот, я подумал сегодня, что дать им материал, и так и не решился, что ссылку сделать на свои материалы. У меня есть такой, кто же такие евреи, и как с нами быть. Вот, на форуме, кто же такие евреи. Я говорю по Слову Божию, и одна там отзыв сделала, я, говорит, была на этом. Конечно, я говорю, это чудо Божие, еврейский народ, вот, сохранить всё, что-то утерять. Но сохранили они, что именно, расположенность к Богу. Им надо обратиться только, покаяться. Она говорит, это чудо Божие, но ещё большее чудо, что я вас встретила. Не меньшее чудо. Чтоб к евреям так относиться, так, один там, ну, Бог-создатель, ну, чего ж таких-то сотворил избранный народ, горбоносые, да там, пущеглазые. Я эти слова разбираюсь, я показываю, да это преимущество. Вот куланы разные у животных, как ослы, они, это особый аппарат нос-то, ощущение воздуха, когда больше. И глаза, мне, этого, Сократа сказали, а у тебя лицо такое, пущеглазое, как у рака глаза. Помните? А он только и сказал, говорит, а глаза для чего даны, чтобы на них смотреть, или ими смотреть? Ну, ими. Ну, а вам как, вы, у вас глаза во впадинах, вы можете видеть только вперёд, а мои глаза выше, и спадины-то, вон они какие. Я гляжу, как рак налево-направо, мои глаза лучше. Глаза смотреть. И вот это, я всё это написал, у евреев-то, но они, конечно, расположены. Я ещё хотел сказать, что в жизни я встречал неоднократно евреев, притом в близких отношениях. Один из них меня резал даже. Доктор медицинской наук, Яков Нахманович Шойхет. Он доктор, там такой профессор, и всё, и он мне делал операцию. И он всё помнит, приезжал в Потеряевку. Какой у него обиход, какой он. Вот, говорит, вас когда привезли, ну, мне, говорит, и вы встали сразу на колени. Меня с работы привезли. У меня аппендицит был. Я, болит, болит, а тут уже скрутило окончательно. Я говорю, мне нужно помолиться. А у него руки-то уже вымыты, он так поднял, как будто молится. А с ним рядом стоит Марфа. И он мне потом говорит, Марфа или Агафья, как-то он назвал. Ну, а я на колени-то встал, перед операционным столом-то, стал молиться. Она, она меня зовут не Нахманович, а Наумович. Яков Наумович, ну, сколько можно ждать-то? Он поднял руку тихо. Я помолился, а он говорит, все, все, ну, ложитесь. И когда, я говорю, без обезболивания, если можно, сделайте мне так. Я хочу пострадать, как Господь мой. А это нет, от вас независимо, у вас начнется мускулы содрогать. Это от вас не зависит. А у меня там, я режу, я могу нервы порезать. Ну, ладно. Я там начал свидетельствовать, а потом студенты пришли, и когда вся эта боль-то вся отходит, самобольно-то, а я в это время, мне Библию уже принесли, я им свидетельствовал. Летчик один там на меня натолкнулся, в палате лежал. И он это все помнит. И сразу вызвался мне, если буду делать вам прокладки между позвонками, у меня грыжи, три грыжи от тяжести, то есть такие платиновые. Он приехал потеряю, к этому все говорит. С одним я был, с чем-то он то ли, я так не знаю по сей день, провинился он перед евреями, или что, его направили на простую работу моряком. И мы с ним сразу сдружились. Он такой же юродивый, как я. Такие он слова говорит, он познакомился со стихотворением Евгения Евтушенко «Над Бабьим Яром памятников нет». Я говорю, почему в моей жизни евреи ни один плохой не встретился. Да, я знаю, у них миллионы щубайств, но это общее, а в частном-то порядке там ничего там судить, где-то там миллиарды считать-то там, Березовских до Абрамовича. Мне лично они встречались. И вот, что интересно, ни один ни разу меня нигде не обманул. И они очень признательные, помнят, когда ты им сказал или сделал добро. Я вот эти качества беру-то, ну и далее остаток Израиля спасется, что им надо говорить о Христе, надо молиться. У меня подход один только. У меня никакого оружия нет, пост и молитва. И евреи очень расположены. И мало того расположены. Они мне финансово помогали в издании книг, в которых я много мест уделял израильскому народу. Вот все. Да как евреи? Да вы тут пишите так на них. Я в одном месте написал, говорю, когда историю еврейского народа знаешь, то прямо искушение такое подумать. Да правильно ли Бог избрал-то? Ну все на крови, все убивают друг друга, там, и Христа-то распяли. Так еврейка тут как на меня поднялась. Я говорю, я предположение сказал, что задумываешься иногда, как монастырь наполнил Иерусалим от края до края кровью. Друг друга убивают. Ну куда же это годится? За Давидом гоняется тесть по горам, готов его убить. Ну маленько-то гляньте, как это, разве годится так для вас? Я не против народа, я против поступков, которые даже по сегодняшним статьям Уголовного кодекса достойны наказания. Это нельзя так. Они у них как лозунг «Найди лучшего христианина и убей». Ну я, значит, не лучший, меня не убили. А был бы лучший. Господи, прости меня грешного. Ну вот, я на это на все так смотрю. Любой вопрос, я его высвечиваю во свете Библии. Как оно будет выглядеть? Нравится мне, не нравится? Не нравится, я должен исправляться. Если нравится, поблагодарить Бога, что у меня чувство во Христе Иисусе. Игорь Тихонович, я забыла сказать, здесь вот смотрю, крещение-то они приурочили, оказывается, тысячелетие было со дня блаженной кончины князя Владимира. Да. Вот поэтому. А так было, может, конечно, его и не было, этого крещения под открытым небом. Я тут еще недавно как-то попался мне в интернет, но выход, бывает, тогда ролики, я посмотрела свой первый ролик с вами, когда я у подруги разговаривала, выходила к вам в скайп, там где-то этот ролик посмотреть 12 с чем-то тысяч, и там я когда несколько страниц листала, что интересно, увидела, значит, пишет там Екатерина Голубева, Екатерина Голубева, потом Екатерина Лапкина. Мне так, значит, это смешно стало. И я, знаете, тут вспомнила, вот не поверьте, вот опять говорю, проусил Божий, что Господь всегда печется о нас и ведет. Я вспомню, у меня был такой случай в истории, но я дословно слово скрою, чтобы враги его не использовали, я скажу приправе, скажем так, что когда меня в садик отводили родители, меня всегда брат забирал. И вот он как-то пришел пораньше, а у нас там был, я не помню, что-то мероприятие всегда мы, может, к концерту готовились, может, что-то, я точно не помню, что мы пели там народную песню. Вот он меня ждал, когда мы закончим, и в дверь заглядывал, там, какую песню я пою, как я хожу, эту песню пою. Из этой песни он слышал одно слово, и все, и ко мне приклеился, начал меня обзывать. Два года он меня обзывал, мне, конечно, было так обидно, но я хочу сказать, обзывал вашей фамилией. Вот интересно. Поэтому я говорю, ну я-то, знаете, подумала, как пишут родословные Иисус Христа. Я говорю, вот и хорошо бы мне так. Например, да, Голубева, Лапкина, а потом, как вызов из Христа, Божия. Вот к чему нам стремиться нужно. То есть, из всего малого, из ничтожного, выбрать надо, как там в Библии говорится, полезное, да? Да. Вот. Это потом еще тут я недавно вспомнила случай, ну, такие, скажем, два из своих жизненных опыта. Я думаю, это очень многих было. У меня вот и татарка была. Мы, я потом ее крестила, Господь свел, но они, правда, уехали в Казань, мама с дочкой. Там она рассказывала, как бесы ее искушали там. Вот. Ну, там интересный случай. Ладно, это о чужих я не буду, о себе. У меня был такой тоже случай, когда у меня еще дети, один, второй маленький был, и мы приехали в деревню, а там в деревне, ну, как, темно, ламп освещения нету, и вот глубокая ночь, значит, штор еще закрытый, и вдруг ночью я сплю, и слышу голос, мама, я, значит, ночью встала, подошла, думала, сын у меня зовет, что-то случилось. Я подошла к нему, кроватки, а он спит тихо, мирно, но свет я боялась включать, потому что там комната общая, все в комнате спят и родители, и там старший ребенок, и чтобы никого не выйти, а поскольку я быстрая тропушка, я, значит, отходила, когда от ребенка, а у них там русская голландка, и, знаете, на русской круглой голландке вот есть стягивающие такие обручи, и поскольку я шла быстро, я в этот обруч, ну, в промежной тьме, со всей скоростью, ударяюсь львом, можно сказать, расшибая над бровью, над глазом, вот бровь, рассекаю, глубокую ночь, удар был сильный, я так рукой, ой, теплая, я так пняла кровь, естественно, меня от волнения затрясу, я напугалась, кричу, мама, мама, и бегом на кухне, мама разбудила, побежали, а там у меня кровь хлыщет, рана была большая, сейчас, конечно, зажила, остался, шрам остался, вот, там вам народное средство было хорошее, я вам рассказывала уже, как сосед, когда колол дрова, покойный там, он разрубил колено, попал топором по колено, и он вот этим средством, это, они, значит, делали настойку из березовых листков, и этих, ну, сережки березовые листья, делали настойку, вот он прикладывал, она рана заживляющая, и у нас, как раз, это у мамы средство было, и вот мы именно этим средством перевязали мне эту рану, и вот так, я не знаю, сколько дней я ходила, с привязанной головой, в больницу, конечно, мы не поехали, ну, как говорится, потом зажило, как на собаке, хорошее вот средство, а что было, произошло, то есть, я поняла, рассуждая, встав утром, что это просто было искушение мне, бесы меня позвали, а голос, прямо они умеют подражать, мама, вот, такое было у меня, потому что я, когда сама обратилась, хоть мама, она у меня тайно ездила, причащалась, как она рассказывала, но все они, ну, понятно, что нерождённый дух, многого не знали, Библию, Евангелие не читали, я ей потом им привозила, объясняла, читала, она больше читала в связи с Николаем, как такового бога, святую троицу, конечно, она не могла объяснить, но я их потом учила, вот, и поэтому, как бы, такие у меня были искушения, ещё подобный один случай был такой интересный, там же в деревне, храма не было, вот только недавно, буквально, буквально открыли, небольшой, как, молельный домик, во время, сколько, мама жила, сколько, я родилась, храма не было, ну, он был, может, когда-то лет 200 назад, а потом уже, при барском доме, потом уже не было, и, так, хотела я сказать-то, маме дают иногда, ну, от руки написанные, очень много разных молитв, вот, а я приезжаю, и начинаю смотреть, говорю, мам, ну, типа там, нагрой, загрой, вот, всё разное, зачем ты это берёшь, это же не молитва, надо его уничтожить, ты всё же сжигал в голландке, было такое, значит, а я приезжала в основном летом с детьми отдыхать в отпуск, и вот, как приеду, меня вот как будто ангел водил, вот, приеду, начинаю убираться, пока, не знаю, там, мама в городе или куда-то уйдёт, я обязательно, вот, мне, знаете, куда-то надо залезть, что-то открыть, и обязательно что-нибудь найду, то, что вот, не по Богу. Один раз помню, у них много было журналов, наука жизни, у меня папа, он всё же читал, очень любил, такой, у него тоже память хорошая в своё время была, и он всё любил читать, и вот я вдруг листаю, открываю, и нахожу там Ивангель Толстого, Ивангель Толстого, мне так это удивило, говорю, ну, надо же, на тот момент у меня была связь с Архимадридом Иранимом Аллатрским, мне непокойным, но тогда ещё у меня Архимадрид, ещё он неизвестный был, у меня был его телефон, я звоню ему, говорю, как мне поступить, вот я нашла Ивангель, он говорит, сожги печку, кей, мне, конечно, это удивило, но я послушала, думаю, сжечь, вот, потом, значит, как бы враг мне отомстил за это, было такое интересно, вот это, значит, у них голландка и такая большая толстая гардина, на ней висела штора, и вот, значит, а эта гардина, наконечник её, очень красивый, сделал, и острё, и оно, значит, прямо одно у голландки, другого, ну, на другой стороне было, приделом к стене, и вот был какой-то момент, когда я шла, к голландке подходила, и вдруг в этот момент эта гардина, вот прям перед моим носом, она почему-то обрывается, и вот этим острёем, вот такая огромная гардина, падает прямо передо мной, я потом говорю, вот из-за того, что я выкинула маминетте, ну, молитвы, они не молитвы, как таковые, сожгла, а перед этим был, я опять говорю, приехала, убираюсь, мою, и вдруг, почему-то у меня мысль, обычно я туда никогда не залазила, но когда в доме-то убираешься, деревенский дом, каменный, ну, где, шкафы, столы, я уже всё везде проверила, ну, как бы не специально, но убираюсь, когда вроде, что-то найдут, а тут у меня мысль была над Галантой, там есть небольшой выступ, и я почему-то не залез туда, вытереть пыль, и когда была залезла, нашла тетрадку, думаю, ну, надо же, начала листать, опять смотрю, это не молитва, я говорю, мам, зачем ты берёшь, я тоже вот сожгла, и вот именно после этого, вот эта вот гордина над Галантой, прям перед моим носом упала, я только просто подумала, если бы она на скорость упала мне по голове, ох, досталось бы мне, вот такой прям интересный случай, когда что-то делаешь, стараешься по Богу, то враг обязательно хочет отомстить, вот, и ещё один небольшой случай, но тут он, это я уже потом читала, вот когда я ездила в Дивеево, там житья покупала преподобную, жен Дивейский преподобный Александр Марков и Елена, Елена Мантурова, по-моему, Мантуров, он же помогал Серафиму Саровскому, был, по-моему, ну, как спонсор, по-нашему сказать, благотворитель, у него сестра была Елена, это вот я сейчас смотрю, конечно, чтобы не ошибиться, но что-то вот так, кажется, было, и она, замуж её собирались отдавать, она очень любила там одного, у неё уже платье готово, у неё няня была, вот, и вдруг у неё какое-то было смятение перед свадьбой, что-то непонятное с ней происходило, вот, дальше я не помню подробность, но там был такой очень интересный случай, что как-то они ехали, ну, лошади, тройки, вот, да, там, как она, и, как это, карета, что ли, она, говорит, выходила и только ступила ногой на ступеньку, и вдруг ей было, увидела она сатану в образе зима, змея дышащего, огромного-огромного, он, говорит, прям головой, можно сказать, в небо упирался, естественно, она от такого знамения, она упала в обморок, вот, потом всё-таки прибежали, что она бледная, что она там, что с ней произошло, она долго не могла рассказывать, только потом она сказала, ну, потом, естественно, она замуж, она не вышла, свадьбу они отложили, и потом вот она ушла в монастырь, вот, сейчас вот она там считается преподобной, канонизированной, вот, такой знак ей был, а я к чему говорю, я просто вспомнила, что у меня ранее тоже был такой момент, похожий, в деревне, что интересно, мы были у свекрови, там собирали картошку, муж носил мешки, я, ну, как он копал, носил картошку, а я собирал её, и вдруг, значит, я была в конце, можно сказать, этого небольшого поля, у сада, а за мной была река, у нас маленькая такая речушка, она уже грязная, в ней, конечно, не купаются, рыбу не ловят, ну, такая местная, по колено можно пройти, и там кустарником всё заросло, ну, а село, можно сказать, неверующее, знать только там, конечно, как священник пригласить, сейчас как отпевание сделать, да, или там крещение, то есть, вот такие чисто обряды, что на, в день Пасхи яичко отнеси, на могилку, там, это они все знают, что в день Пасхи именно ходят на кладбище, ну, какие-то такие вот основные моменты, а снова, конечно, вера, они не знают, их храм почти мало кто, ходит, и вот, когда я собирала картошку, вдруг тоже, вот, я со спины почувствовала, как вот, стана ходит, как крик ищи лев, ищет кого поглотить, ищет кого поглотить, и такой, может сказать, рёв, но он, знаете, такое ощущение было, что действительно, вот это что-то огромное, вот, очень большое, естественно, у меня сразу волосы дымом, страх, я мгновенно, Господи помилуй, покрестилась, сразу сделала знамение, Господи помилуй, и все исчезло, но это было очень мгновение, потом я только повернулась, конечно, никого, ничего не было вокруг, я была одна, муж попозже подошел, вот, я вспомнила, такое интересное, то есть, как бы наваждение от врага было, хотя она напугать меня, или что-то, но я просто вспомнила, как у Елены Монтуровой было, и слава Богу, что я хоть слышала, но не видела, такое вот было, Господи помилуй, я еще попутно хотела сказать, у меня много похожего, немножко, было еще однажды такой случай, я что-то полезла, там у меня в документы, в тумбочку, да, стала смотреть, вдруг попадается мне листок, стихи, я, значит, их читаю, думаю, ну надо же, как интересно, и как они сейчас, вот прям, вот я бы сейчас прочитала, то есть, то, что именно сейчас происходит, потом читаю, читаю, и дальше думаю, что-то стили мне знакомы, как мне со мной смешно стало, думаю, напечатанное, сейчас переворачиваю на другой странице, и там рукой в куплет записанное, вот уже когда я поняла, думаю, наверное, это мои, но насколько было удивление, я сначала приняла, что это чужие, то есть, у меня такое ощущение бывает, как у вас, то есть, я так понимаю, что Господь тоже дал благодать, просто без благодать, я, конечно, не написала стихи, а потом, ну все равно сомнений не оставалось, я думаю, пойду-ка я побегу, найду свою книгу, и если я там найду этот стих, то значит они точно мои, ну пошла, нашла вот эту свою книжку, и там они были, вот получается настолько, что я действительно писала, я про них забывала, вот, такое бывает, я хочу случай тоже сказать, прославить Бога, мы три брата, брат Аким и Павел, были в Новосибирске, на квартире у протеерея, Пивоварова Александра, он поет как, и он кандидат в богословских наук, и мы у него на дому проходили курс семинарии, все трое готовились священники, были в нижнем этаже, а вон на втором этаже, на полу спали, а у него люстра висела, потолок низкий, ну прям низкий совсем, а отец таким выше меня, и из тяжелого толстого стекла, какие-то такие, как плафон, один, другой, третий, я лежу на спине, еще не встал, он встал там, ну на минуту раньше, может быть, и встал, одеяло-то взял, сворачивать, вот так вот дернул, чтобы развернуть, и ударил по этим-то, и они друг об друга ударили, разлетелись на сколки, а один из них, ну полметра до него, до руки была, а он еще не оделся, в майке был, и он ее осколком сюда, и распахал руку, это все отвернулось, и все интересно, на вене на этой скользнул, и она вот так вот пульсирует просто, но не разорвал ее, а я лежал лицом вниз, она мне не только там глаз бы выбить, а проткнула лицо, и они вокруг меня осколки там протаранили, воткнулись, и все это вокруг меня даже не задело, я как это вспомню, милости Господню вспоминаю, считай, все их до единой в сердце повторяй, вот, а что это означает, к чему приобрести, не знаю, а мы уже курс заканчивали, и там его, я не знаю, сестра или кто, шел первый подрясник на меня, рукополагать надо было, тайно, ехать в домовой церкви, а ехать надо было в Омск, кажется, в Омске он был, архиепископ Максим Крохов, фамилия его, я надел подрясник уже, вот смотрите, как вплотную подошел, я этот случай не вспомнил, значит, меня Господь предупредил, как бы, я примерил его, застегнул, постоял минутку и снял с себя, и сказал, это не мое, а тогда батюшка одевает этот подрясник, поехал, был рукоположен, вот какие случаи бывают в жизни, так пройдешь по краю, так и ахнешь, как Господь хранил, вот один из случаев, мы потеряем, такие ребятишки, а рядом пастухи были, у них лошадь, телега, и мы попросили эту бричку, флягу поставили, а колодцев нету, ехать надо на разъезд, там башня была, а там у них огромная, ну, примерно, вот я показываю, как, сантиметров 60, труба разрезанная, и запечатана с двух концов, воду они наливают, чтобы скотина могла пить, а я всегда же босиком ходил, я на край этот, ну, стоять маленько как-то можно, на-то, но она, трубу разрежь, какая-то, тем более она сварка, она неровная, я стою голыми ногами, наливаем флягу, и в это время лошадь дернула, и фляга опрокинулась, и упала, буквально в сантиметре от ноги, если бы на ногу, она бы меня ступню отрубила сразу, с такой высоты, она уже полна, 50 килограмм, 40 там 8, и я стою, на чем, на голой ногой-то, стою на железе, нож, вот я по сегодняшний день забыть не могу, Господи, ангел-то Твой хранитель, на шаг не отходит, ну, почему, я только все, почему, значит, чего-то Ты от меня ждешь, и я не оправдаю, Господи, Твои надежды, прости меня, вот это в памяти, как осталось, я тебе такие случаи вижу, которые меня бы сделали совершенно другим, калекой, и однако, вот я живой, где-то на самолете пришлось лететь, какая-то авария была, я ни раньше, ни позже, сел не в тот самолет, вот ездили, когда мы, в эту, миссионерские поездки, отсюда до Хабаровского края, а у них, когда мы там были, на следующий год, после нас, у них там было наводнение, нам бы не проехать, а когда поехали на юг, там город Каспийск, они говорят, если бы вы в прошлом году приехали, а у нас уже наводнение у них было, то есть, мы вот в этот промежуток, сами того не знаю, приехали, там еще не было, а здесь уже прошло, у них около трех тысяч человек погибло, и вот таких случаев, когда припомнишь, Господи, Господи, да как же ты любишь свое творение, и ты от нас ждешь милости, изменения, прости меня, Господи, виновен, каюсь, исправь, избери. У меня интересный случай, я сейчас сразу вспомнила, когда Дивеева набирала поездки, и однажды, помню, не получилось, а так сильно хотелось, мне нравилось, но я ездила, конечно, я чувствовала благодать, чтобы ощутить вот эту благодать, я поэтому ездила, стремилась, но там своя польза была, в том, что мало спишь, мало кушаешь, как бы вот эта вот польза для души была большая, и вот Господь послал одну женщину, а она за рулем водитель была, и мы, значит, решили поехать, я не знаю, как уж я решилась, сильно мы умолились, я думаю, положилась на волю Божию, она, я с сыном, и, в общем, с детьми, поехали с ней, что интересно, перед тем, как поехать, я ей спрашиваю, а у тебя запасное к лесу есть? Она, есть, а потом, оказывается, думаю, это меня Господь понуждал, ее спросить, вот, Господь положил на сердце, оказывается, у нее было не настоящее колесо, а какое-то там, я даже в этих вещах не разбираюсь, вот, и мы, когда туда ехали, на обратной дороге, поехали, ой, там ремонт дороги был местами, а она, машина импортная, я, Марка, конечно, не разбираюсь, вот, и она гнала с большой скоростью, и где-то мы попали в ямку, и у нее, видать, это, у колеса, я там что-то, не знаю, что-то повело, там что-то отлетело, а ехали-то в воскресенье, возвращались-то, там населенных пунктов, ничего нет, ни машин не ездит, транспорт не ездит, ну, конечно, всю дорогу с молитвой, потому что я ее не знаю, она человек еще, ни к Богу, ни к церкви, ну, ничего не знала, то есть я ее тут учила, объясняла, всю дорогу, то есть сама молилась, вот, а у нее ребенок был с детства рожденный сильный аллергия, еще какое-то заболевание, они даже хотели отсюда уехать, в Сочи, она все говорила, но потом, когда мы съездили в Дивеево, она говорит, все-таки ребенку было улучшение, и они решили уже не ехать, но хочу сказать, вот, что все равно Господь сохранил, мы молились, молились, я говорю, ну, давай как-нибудь это, я уж вышла, она этот сверху, ну, я не знаю, там, может, крышка, с кольца вот это, там что-то одела, подправила, она говорит, да, может потихоньку как-нибудь доедем до шиномонтажа, там, если что-то, ну, мы не думали, что там впереди будет шиномонтаж, вот, ну, немножко мы доехали, и мужики там, уж не знаю, что-то они били, что-то они делали с этим колесом, нам, говорю, ехать-то еще далеко, потому что от нас, наверное, 12 часов, в общем, они там маленько и подремонтировали, мы поехали, а на следующий день ей пришлось все-таки серьезный ремонт этого колеса, производителя, вот, и я говорю все равно, как это Господь у нас сохранил, и подобный случай был у меня в детстве, когда я была, ну, еще, наверное, небольшая, у меня папа без ноги, естественно, он тоже выпивал, и за ядом рыбак был, у него, значит, машина была, как инвалиду, Лиза Пороевшица, и помню, он нас, меня с братом посадил, поехал на рыбалку, он, конечно, ехал туда, он трезвый, а пока мы дети играли, бегали, он там выпил, и вот машина стояла на берегу, он садится, на скорости заводит, и хорошо, что брат сидел впереди, еще чуть-чуть, а там река-то большая, у нас барыша глубокая, и мы прям вот, чуть с берега, ладно, брат догадался на тормозгожать, это что-то, а я, конечно, уже тогда сразу, господи помилуй, хоть Бога не знала, но вот всегда молилась, поэтому всегда Господь сохранял, в таких случаях, сразу молитву к Богу, но потом всегда вспомнила, какие моменты, как Господь хранил, это я только представила, чтобы мы закрыты, а я плак не имею, без спор не имею, если бы он там, скажем, пьяный, без ноги больной, брат, он может еще бы руку, но я бы однозначно, там, из машины бы я не выбрал, таких случаев много, а на работе было такое, когда работала, я с вами одиннадцатый год, значит, тоже я не всегда разбираюсь, в таких вещах, но потом мне сказали, я окна мыла, и окно было перекошено рама, и когда окно моешь, я его как-то стала закрывать, и стекло повело, и оно крестует, вот потом, я сильно переживала, то, что оно лукнуло, крестило стекло, и я думаю, все, начальник с меня деньги возьмет, то я переживала, дорого для меня, побежала к ней, говорю, вот так ты так-то, думаю, не поверишь, подумай, что я собрала, а она-то наоборот, говорит, да что ты, скажи, слава богу, что тебя не разрезало, без стекла повело, могло бы тебя разрезать, и подобный случай, такой же был, тоже в классе, окна, когда не пластиковые, сейчас у нас пластиковые окна, а тогда двойные, огромные же окна, и вот, значит, окно открывают, и фрамогу было открыто, а я забыла про фрамогу открытую, и всего разом окно открываю, и это окно стукается в фрамогу, и тоже я же тут стою рядом, и все стекло тоже мелкие дребезги, прям разбивается, я прям в шоке была, говорю, ну надо же, ну таких случаев очень много, тороплюсь, все быстро делаю, и подобный случай, другой был, тоже, другой, мне же нанимают очень много классов, в этом году, наверное, класс в 15, это кроме своей основной работы, подработка, там все классы мыть надо, окна мыть, 15 классов, все надо быстро делать, и я все удивляюсь, как мне Господь бережет, хранит, денег не хватает, Он мне и подработку дает, Он мне и хранит, Он дает силы, потому что, чисто физически, я понимаю, не смогла, работай за двоих, плюс еще делай ремонт, и плюс еще после этого оставаться и помыть эти все классы, столько окон, я просто понимаю, что физически я не смогла, если вот, ну как человек, я не мощный, в последнее время года, после 40 лет, скажем, да, тут и щитовидки, и что-то еще связано, моя немощь, но я когда смотрю объем такой работы, думаю, чисто человечески, для меня это было бы невозможно, просто я думаю, Господь дает мне благодать и силы, и вот я хочу сказать, встала на парту, одной ногой, другой на стол рядом, компьютерной, а я забыла, что в этом классе, я когда пришла, я видела, что он был сломан, что они просто крышку положили на ножки, а я думаю, почему они не убрали, не отдали, не вынесли, или просто разобранный, где-то поставили, ну почему они поставили его, сделали вид, что он целый, а потом, пока я мало торопилась, я про это забыла, и вот ногой, одной стою на парту, а другой ногой на этот сломанный стол, естественно, я сразу падаю, хорошо, что не на спину, не лицо, а на бок, вот как-то я в бок пошла и упал на руку, но это с уровня, со стола, да, уровень все-таки большой, тут иногда спотыкнешься, упадешь, а это всего разум, сверху я падаю, и внизу подо мной тоже коллега была, техничка, она говорит, такой шум, говорит, был, я слышала, говорит, она знала, что я там сверху, она говорит, и не шевелится, лежит, я уже думала, что с ней там, я так напугалась, жива или не жива, а я-то лежу, думаю, цело, не цело, потом встала, конечно, все болело, но работать продолжать надо, дальше продолжала, работала, ну, болела дня три, наверное, слава богу, ничего не сломала, все как-то обошлось, помиловал Господь. Вот, я еще хотела просто напоследок вот прочитать вам этот стик свой, который я нашла, удивилась, у вас есть еще немножко время, да? Да. Вот, гибнет народ Божий, это в 15-м году я писала, ох и гибнет народ Божий, а много людей попадает в ад, они выбирают путь нехороший, и часто идут просто наугад, их этот мир обольщает, он благо земное сулит, и долгую жизнь обещает, а сам возле весь лежит, мир строит великие планы, он носит себе мечты, которые не выше дивана, мертвее божественной красоты, а смерть человека все губит, и рушит связи, как мосты, что за гробом с душой и будет, давай задумаемся, я и ты. Бог сотворил море и сушу, а человеку дал свободу выбирать, спасать или губить свою душу, добро или зло умножать. И губит людей беспечность, да неведение и гордость и указ, а впереди всех ожидает вечность, она Богом создана для нас, и только благодать спасает, если душа в покаянии живёт, да заповеди Божии исполняет, и мир Христов в себе несёт. Ну, такое-то размышление. Ещё похожий, подобный тоже стих, но это уже в 14-м году тоже, вот я всегда думала о спасении души, занимала своей душой, и вот подобный стих. «Опомнитесь, люди, проснитесь!» «Опомнитесь, люди, проснитесь!» «От ложных богов отвернитесь!» «К единому Богу Отцу, Создателю мира, Творцу!» «А Сыну Его Иисусу Христу поклоняйтесь!» «Пред Господом Духом Святым смиряйтесь!» «Не отдавайте своё сердце страстям в плен, ведь всё видимое в этом мире ожидает плен!» «Одна душа лишь в человеке ценно, на страшный суд она пристанет непременно, и Богу даст отчёт за все свои дела, за каждый миг, который на земле жила. Душа получит за добрые дела награду, а вот злые станут ей в небесный рай преградой. И поэтому человек пока без времени не ленись, и своим спасением обязательно займись». Я хочу сказать, они такие простые, потому что когда я даже в больнице читала, две женщины лежали, вдруг присоединилась одна женщина, она ходит, услышала и сразу говорит, «Ой, какие простые!» Вот, я говорю, ну да, такие незамысловатые, скажем так. Господи помилы! И сейчас я думаю... А, да, я ещё забыла поменять Владимира Головина, сказать несколько слов о нём, что я, наверное, уже пятый год, как-то включилась к каковству, ну, точнее, раньше я как положено, там, через сайт к ним, а потом уже, как бы, уже навык есть, и вот четыре раза в неделю, там, в понедельник «Ангел-хранителем» читает, так как я тоже присоединилась, в четверг к святителю Николаеву, в субботу «Великамычка Целите Пантелеону», а в воскресенье «Покрова». Ну, вот до сих пор читаю, упоминаю его, но с ним я лично, конечно, не встречалась, о нём я знаю только через интернет. Но с ним просто небольшой такой случай был один, я так поняла, что благодать Божия, просто когда я посмотрела его, очень много слушала, мне удивительно в нём показалось то, что вот он выходил, читал пропади, но необычный. Но потом, конечно, уже дальше я шла, дальше стала, более что-то совершенное, да, и уже потом вышли на вас. Вот, а потом как-то был момент, когда я молилась и вспомнила его, как бы Господь через него показал мне один грех. И вот тут я поймала себя на том, что ему дан такой дар, благодать. Я так думаю, у него есть, потому что он рассказывал у него в истории был случай, как-то они ходили к одному старцу, а у того тоже, видать, был дар. Он выходил, и все люди, которые пришли, там неважно, двое, трое или сколько, он давал, ну, говорил слова разные, кому что же он определённо не говорил, он просто выходил и говорил какую-то информацию. И каждый человек получал ответ, как бы. Но вот он, я так думаю, у Владимира точно такой же. Когда я его смотрела, и то, что он сказал, вдруг в этот момент нашла благодать на меня, и именно на его словах. И я себя поймала на грехе. То есть я поняла, что, возможно, у него тоже такой дар. Говорит, и, ну, то есть Господь через него обличает за грехи. Ну, как, впрочем, у всех пророков и у вас тоже. Я бы так сказала. А он далеко от вас живёт? Ой, ну, наверное, недалеко от часа два, наверное. Да хочу же вам не съездить-то два часа-то. Вы поклон от меня передайте. Сфотографируйтесь, расскажете, что были там. Да возьмите, может быть, и записать можете что-то. Скажите ему, он уже нынче собирался к нам приехать в Потеряевку. Но, говорит, такие дела у меня сейчас, говорит, у нас следующий год я обязательно. Он такой. Ой, не знаю, Градий Тихнич, у меня шестидневная рабочая неделя. Сейчас ещё же говорю, у нас одна заболела, мы её участок на троих разделили. То есть много работы, стою и в воскресенье один выходной, а в воскресенье, вот видите, у меня собираются люди. Кстати, вот в этот раз, в тот раз, когда я скинула вам ролик, ждала, придут они или нет, нас тогда было семь человек, шесть человек у меня было. В это воскресенье у нас их пятеро было. Мы тоже немножко там сняли, я вам, наверное, дети потом скинут, посмотрите. Вот этот раз. Вы можете поставить вопрос так, если не поедете, а его уже не будет, вы будете жалеть? Ну, понятное дело, пока не знаю, не буду обещать. Да нет, обещать не надо, просто подумайте, помолитесь и съездить. А вы ему там вопрос про меня задавали, вы считали ответ, какой он дал, нет? Ну да, да, мы же смотрели, да, да. Да, вот смотрели. Поэтому передайте поклон. Он говорит, я обязательно должен приехать, тогда на следующий год, побыть с нами вместе. Съездите, выберите время, а там кого-то оставьте за место себя на одно воскресенье. Да вы и съездите, два часа это ближе, чем от Потеряевки до Барнаула. Это прям совсем рядом у вас. Игнатий Тихонович, я хотела спросить такой немножко за сестру заодно личный вопрос. Я думаю, она постесняется, не спросит, как это выглядит со стороны, скажем. Ну, у ней материально тяжело, я это понимаю, потому что живет сын, уже взрослый, неженатый, выпивает, и материальных денег как бы не хватает, да. И у ней была такая небольшая ситуация, что ей собственные дети, которым она помогала, был договор у них, она приходит к ним домой, ну ладно, внуки там не в счет, что она внуками занимается, ухаживает, гуляет, кормит. Но она еще по дому все делала, потому что детей-то нету, они работают, сейчас сами знаете, какая работа, и по 12 часов, и молодежь-то целыми днями на работе. Вот, она где по дому все делала, убирала, готовила. Ну, они сказали, мы тебе, мам, будем как бы платить за это, ну, потому что я знаю, многие домоработницы нанимают, или что-то как-то, да. Ну, ей удобно было. Ну, ладно, говорит, я все села, душ, конечно, вкладывала, ну, давали денежки, она брала. А тут она как-то пошла, я не знаю, почему она, она говорит, я исповедовала священнику, и сказала ему, что вот, вроде бы от детей берут деньги, а он сказал, нельзя со своих брать. И она говорит, я теперь не буду брать, ну, а сама все-таки переживает, теперь у нее опять искушение, денег-то не хватает? Я вот думаю, правильно она поступила. Так, почему деньги-то давать? Вы купите хлеба, дайте картошки, и все, довольна там, что, масла растительного? То есть, отказался она правильно, не нужно брать деньги? Я думаю, не надо. Вот у нас эти остались роботы, мы ролик поставили, купили им плиту сейчас за 19 тысяч, специально фонд образовали, четверо ребятишек, она умерла ей 42 года, Настя. Я ее поменяю. Вот, вот, и деньги, деньги определенный человек хранит, который делает, они не знают, ну, они растут, где-то что-то потребуется, а если в доме кто-то пьет, то никак не надо давать деньги, даже не надо, это вредно. Она пенсию получает или зарабатывает? Да, пенсия небольшая, сколько там, около восьми, наверное. Сколько у нее пенсия? Я точно не знаю, но около восьми, наверное. У меня пенсия со всеми надбавками политическими, 7 тысяч 141 рубль 33 копейки. Я на это все должен, все. Ну, Бог как-то делает, за меня интернет оплачивает, вот, телефончик вот такой вот мне, нашелся человек, он купил. Ну, все как-то так вот есть, я даже о деньгах никогда не думаю, все само собой делается. Знаете, Хмич, это хотел сказать, это, кварплата же, город, дачи нет, огорода нет, у многих у нее тоже нет. Вот если у меня кварплата однокомнатная, у нас сейчас тепло топит хорошо, тепло много берут, где-то, наверное, 4 тысячи будет только кварплата. Но у нее так же, так же. У нас за уголь, и не просто так тоже, хотя из частного дома уходят. Ну, как-то вот Бог так делает, я ни к чему не касаюсь. Но я заранее знаю, сейчас первый месяц январь, я подсчитал, у меня получается 8 тысяч, там, 520 рублей десятина. Я за год вперед плачу. За год. Я боюсь очень этого. Это если я не заплачу, а у меня денег не будет, хотя у меня в жизни, я рубля ни у кого ни разу не занял. Вот представьте, я приехал в Барнаул, мне из дома отец мог дать 3 рубля. 2.30 отдал за билет, приехал, 70 копеек. На них я должен купить, что требуется, жить, квартиру снять и поступить в институт. Поэтому свободное время, я бегу на вокзал, кому чемоданы принести, кому дрова распилить везде. И все поднялись. Ни грамма нигде не своровали, и никогда не были голодные. Это Бог так делает. Я у хозяйки живу, она белье гладит, я в ней утюг отберу. Я глажу, у нее помидоры растут, а может она мне помидор даст. За водой пошла, я босиком выскочу, отберу ведра у ней, хозяин идет рыбачить, он меня с собой возьмет. А мы рыбу уже имеем. То есть, как-то надо, ну, жизнь, это жизнь, надо поворачиваться, и чтобы было еще уделить нуждающимся. Экономить надо еще, говорю. Я вот привыкла, я покупаю, например, все самое дешевое, натуральное не беру. Если я говорю сапоги, ну, слава Богу, мне даже Господь посылает. Говорит, кто-то даст, осветила и ношу. Вот, я говорю, я не стесняюсь, купила там, или такие старушие. Она говорит, ой, такие сапоги я бы никогда не одела. Я говорю, да, мне все равно, тепло, удобно и ладно. Там, плащ какой-то пошла, прошел год за тысячу сто купила. А мне, конечно, сейчас дешевле пяти не купишь тысяч. Вот она сапоги недавно купила, там, шесть с чем-то тысяч. Ну, для меня это очень большие деньги. Это почти вся пенсия. Я говорю, нет, я так не поступаю. У меня даже не поверите, я вспоминаю вас тоже. Есть один свитер, который вот, есть фотографию, мама на доску почет фотографировалась, она об этом свитере. И что интересно, когда я нашла эту фотографию, увидела, что на этот свитер, а он у меня до сих пор, я его временами ношу, ну, когда сезон, там, здесь на осень, мы же не постоянно, он не каждый день носит, но получалось так, что когда мы с мамой жили, росли, вот, весь вперед, я помню, такой у нас был, и сейчас с дочкой мы так же делаем. То есть, я поношу одну какую-то одежду, потом мама, и вот так мы меняемся по очереди, и с дочкой так же. Какую-то вещь я и отдам, она поносит, потом она мне опять вертает. И хочу сказать, этому свитеру лет, наверное, 35, уже больше даже. И он до сих пор еще вот лежит, я еще и одеваю его иногда. То есть, вот такие вещи тоже у меня есть. Я в чем-то много на вас похожа. И вспомнил еще один момент, у меня один раз пришли люди, но тогда было мало нас. И, говорю, враг искушает, как вот это самое, если в каждом вылазит, я хочу сказать, пришла одна у меня бабулька, но она пришла раньше всех. И я говорю, ну раз ты раньше пришла, и я включила проповедь, и мне не хотелось разговаривать, потому что я рассчитывала, что я буду одна, я посмотрю вас спокойно. А тут пришла она раньше времени, и пыталась со мной все заговорить. А я молчу, говорю, нет, и потом все равно, там, я сейчас не помню, о чем мы смотрели ваши ролики, но вдруг она вспоминает, рассказывает случай, что якобы ей мама когда-то рассказывала, что, а, с кошками случай, с кошками, ей скричу, да какой-то с кошками я ей показал случай. Говорит, знаете, как интересно. она говорит, вот мне мама тоже рассказывала, что якобы Матерь Божья шла по саду, и что-то какое-то начинает вступление делать, и мне сразу не понравилось, я говорю, вымысел человеческий, ненавижу, закон твой я люблю, сказано в Псалме, да, 113, там, 117 Псалм, 113 стих. Я говорю, это все, скорее всего, вымыслы. Я ее сразу прервала, и не стала давать говорить, потому что, думаю, сейчас это враг искушать будет, я говорю, лучше давай посмотрим, послушаем, опять что-то другое, а в ней, видать, это уже все загорелось, не понравилось, и вдруг она в какой-то момент, ой, жарко мне, жарко, открой окно, отправь балкон, дай мне помахаться, все, все, она горит. Я так думаю, что ее это раздражило, и вот выклюсь у нее в эту энергию. Потом, ладно, она утишилась, немножко проходит время, прислала мне там еще одна сестра, мы сели за стол, ну, помолились, покушали, все, а я, да, перед началом поста я торт пекла, я-то думала, у меня много людей будет, я наготовила торт из пекла, вот этот обычный медовый торт, а у нее как раз было тоже недавно день рождения, думаю, ну, как бы всем угодить, хочется угостить, и вдруг мы, как дело дошло до торта, она, не буду, ну, так странно, ну, ладно, потом, значит, покушали, и свет уже смеркалось, сестра говорит, я буду посуду мыть, включи мне свет общий, а я же все экономлю, я говорю, зачем у вас свет, когда еще светло, а она, как же я посуду буду мыть, я говорю, а, да ты не мой, я сама помою, нет, я буду, то есть не хочется тоже, чем-то мне отплатить, угодить, я понимаю, и вот она ставит все равно посуду мыть, я думаю, ну, ладно, раз тебе нужен свет, я включила, у меня тут местный, есть местный, тебе это хватит, теперь другая бабушка говорит, а она смотрела на улицу, ей нужен свет определить, во сколько идти домой, а я же не знала, и у меня, как я, как вы, люблю, то всегда зашторить, и закрываться, и вот у меня сейчас на кухне окно, жалюзи, опускаю, потом закрываю шторы, и тут вдруг говорю, ну, извините, если я вам включила свет, а уже дом напротив, деревья, ну, мне напротив, недалеко дом, летом я еще днем не закрываю, потому что деревья, они все закрыты деревьями, зимние, а сейчас листья опали, деревья голые, ну, как бы видно все хорошо, и поэтому, чуть смеркается, если я включу свет, то шторы, жалюзи я закрываю, только как я закрыл жалюзи, все, враг на бабушку напал, я начала замущаться и спорить, да ты такая, да ты зачем закрыл, вроде ненормально, ты зачем это делаешь, и давай со мной спорить, а я ее просто успокаиваю, и говорю, да нормально, я просто, и потом говорю, ну, я же вообще хозяйка, я сама у себя дома, вы же ко мне пришли, ну, вы, наверное, забыли, что не я у вас в гостях, а вы у меня, и я еще это, короче, с рано жалюзи закрыла, она возмущалась, возмущалась, потом уже ушли, когда в зал-то дальше общаться-то, проповеди смотреть, она уже извиняться начала, потом ушла домой, извиняется, извиняется, потом звонит, опять извиняется, я говорю, да ладно, я не обращаю внимания, я говорю, тоже говорю, как Игнать Тихович, люблю все закрывать, вот хочу сказать, вроде сидят, сидят, тихо, спокойно, ничего, а вдруг, если в чем-то обличишь, или что-то не так сделаешь, не по-ихнему, ух, тут и сразу бунт, вот так вот, такое вот бывает, Игнать Тихович, спаси Христос, что я хотела, наверное, все, больше пока оставлю, остальное вы там посмотрите, почитайте ролики, хорошо, это новые у вас ролики, да, вот в воскресенье, которые были, я уже их отдал, они пока соединены, нет, 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 мы еще не скидывали, потому что, это же, много, да, только скидывали, а там два, которые перевернутые, ну, это мне надо на работу отнести, если они мне смогут перевернуть, сделать, мы потом вам, нет, я спрашивал, никто не берется, я их просто выкинул, и все, ну, ладно, понятно, спаси Христос, всем поклон. Никаким образом нельзя, надо сделать, чтобы у вас не тряслось. А мне дядь неправильно сказал, я ее просто перевернула планшет, а надо было не переворачивать, он говорит, вот так надо снимать, ну и сняла, поскольку он перевернутый, перевернутый, снял мне. Ну да, ну хорошо, что пришла, поговорили, вы теперь, главное, это свою говорливость на меня скинули, теперь вам спокойно будет, и я с вами выговорился, вы сказали, про славу Бога. Я еще можно похвалить? Можно похвалить? Я над собой посмеялся-то, не над вами, что мне тоже, я же ожидал вас. Я хочу сказать, что никогда я не думала, что буду, мне всегда это было удивительно, все поклоны, молитвы, но я давно начинала, у меня были четки на 50, я когда была в Дивеево, я все смотрела на сотни, тут так мне хотелось купить, ну, думаю, очень дорого, я никак не могла купить, все приобрести, четки, на 100, ну, вот я вот такие вот, ягумен Кирилл подарил, ну, вот это вот мои, правда, они не четкие, но, я считаю, самое главное молитва, а что в руках там, четкие, или лестница, это же не важно. хорошо. Спасибо, Христос, с Богом, всем поклон, Надежда Васильевна, помню всех, с Россией, Нилу, Нинни Жолнировой, Игоря Добунова, Сергея Пухкова, Добро, это Александру, Галини, Загуляевым, Сачадами, Анастасия Дробот, Детям, Ианну, Енафи, Ефросини, Нестру, вспоминаю всех. А Нина-то от вас, к вам приходит? В смысле? Нина. Нина с девочкой, со своей, с Олей. А, нет, у нас, это, сложности с ней, она как-то мне позвонит. Я знаю, я думал, что может быть что-то изменилось. Нет, нет, она тут, знаете, как-то звонит, сейчас скажу. Сначала она разговаривает нормально, но когда я начинаю ей по Евангелию наставлять и говорить, вот она тоже, сразу в разнос идет. Я ей говорю, часто притещаешь свою дочку больную. Ты все еще работаешь, уходи, Бориславька, зачем ты работаешь? Ну у меня же послушание, я говорю, какое послушание? Ты же первый вопрос задала у Бога у Игнатия Цитовича и получила ответ, а потом уже начала раскушать Бога, спросила духовника. Ну первый ответ же от Бога, ну если ты не хочешь исполнять, ну так вот у тебя получается. А она оправдывается. Я не могу уйти, я говорю, да незнаменимых людей же нету. А как я куда внучку победу? Вот я приведу в этот храм, меня там выгонят, у меня все будут, то есть у меня злопамик не остался. Я говорю, да забудь ты, не думай, в любой храм ты приведешь и тебя никто не имеет права выгнать. Ну да. Как тебя друг нет? А потом говорю, зачем ты ее часто причащаешь? Она у тебя больной ребенок, с больного ребенка другой спрос. У них сам Господь ее опекает, сам ангел-хранитель ее хранит. Ты зачем мне это делать? Что причащаешься? Она у тебя неосознанно причащается, а нужно быть в сознании причащаться так. Она так подумала, вообще-то да, правильно. Я говорю, ты ее будешь, потому что ты этого хочешь, ты ее заставляешь поститься, потому что ты этого хочешь. Не, она сама этого хочет, а она идет из-за того, что тебя осушил. Она так подумала, да, вообще-то правильно. Но с ней тяжело, она вот так вот сразу начинает воевать со мной. Ну да. Я видел, что она была недовольна. Ну, молиться будем. Благослови Господь. Я молюсь, конечно, да, молюсь, общаемся так. Ну, приглашаться. Я боюсь, она тут бунт, чтобы не было соблазнений, не было такого, как бы на расстоянии держит. Спасибо. У вас не изменилось, а там на видео, как вот мы смотрели вначале, посмотрите, ничего там не нажали? Нет, а что-то случилось? Вы меня так видите? Да. А у меня наполовину исчезло все, и... Ну, это у меня, блядь. Нет, у меня же не компьютер, у меня этот, ноутбук, он нагревается, но вообще-то от этого не зависит. Это что-то. Ничего не трогало вроде. Ну, все тогда, давайте, отключайтесь, с Богом. Спасибо, Христос. С Богом. Слава Божьей. Слава Божьей. Спасибо. Спасибо. Слава Божьей. Слава Божьей.